Когда мы думаем о том, как построить плечи, то мы обычно вспоминаем о таких упражнениях, как жимы над головой, отведение в стороны стоя или в наклоне с гантелями. Но, к сожалению, если у вас нет дополнительных отягощений, то сделать все эти упражнения становится проблематично, и поэтому сегодня мы рассмотрим самые удивительные упражнения, которые вы сможете сделать дома, используя вес собственного тела или минимум оборудования, позволяющие вам построить круглые и наполненные плечи. И первое упражнение, которое позволит сделать это известно, как дельфинные отжимания. Встаньте на четвереньки и упритесь локтями в землю, как перед планкой. Отсюда ваш зад взмывает до упоры вверх в положении собаки морды вниз или так, чтобы корпус был в упоре на локтях в виде буквы L. Затем опустите бедра, перенося весь тело вперед на плечи. Опускайтесь так до касания грудью ваших кистей. Затем возвращайтесь в исходное положение, но выжимая себя преимущественно за счет напряжения в мышцах плеч, то есть не просто отжимайтесь за счет грудных, а сосредоточьтесь на том, чтобы добиться сокращения мышц плеч, пытаясь поднять локти вверх как при жиме. Чтобы усложнить эти движения, вам нужно выставить стопы немного более вперед, а чтобы облегчить, наоборот, нужно отставить стопы немного назад. Следующее упражнение, которое похоже на первое, это вертикальные отжимания, или еще известные как отжимания в домике. Многие делают их на полу, и да, если у вас нет других вариантов, то это сгодится. Но при этом вы обнаружите, что ваша голова ограничивает полную амплитуду движения. Поэтому вы можете поднять себя на возмышленность с помощью домашней мебели, или нескольких стульев, дивана там, и даже нескольких стопок книг. Затем поставьте ноги на одну платформу, а руки расположите на двух других, принимая уже знакомое собачье положение. Отсюда вы медленно сгибаете локти и опускаетесь вниз до приятного натяжения в груди и плечах. Затем за счет плеч выжмите себя в исходное положение, и сделайте так не менее 12 повторов. А если вы сможете сделать уже более 12 качественных повторов даже с замедлением, то я советую вам использовать... Жилет-утяжелитель, который в отличие, скажем, от того же пояса со стягощением, равномерно распределяет дополнительный вес по вашему телу. Да и в целом это более удобная и незаменимая вещь не только для домашних тренировок, но и для прогрессии нагрузок в подтягиваниях и отжиманиях в условиях зала. Тем более сейчас этого добра огромный выбор. На том же Е-каталог вы найдете более 140 моделей на любой вес и вкус. Для этого просто заходим по ссылке в описании. И далее в колонке подбор по параметрам в графе тип выставляем галочку на жилеты. В предоставленном выборе я советую вам не экономить и брать сразу с большим весом про запас. Минимум от 20 килограмм. Для более понятной сортировки выставим здесь от дешевых к дорогим. Обращайте внимание также, чтобы жилет был со съемной регулировкой отягощений для коррекции нагрузок от подхода к подходу. По моим критериям приглянулся вот этот, где аж до 50 килограмм нагрузки. И есть возможность снимать и добавлять отягощения, да еще и по приемлемой цене. В общем ссылку на все жилеты и утяжелители вы найдете в первой строке описания. А другое простое, но эффективное упражнение для ваших плеч, которое не только прокачивает задние дельты, но еще и включает широчайшее, это тяга полотенца лежа. Лягте животом на землю, возьмитесь за концы полотенца и вытяните руки над головой, отрывая одновременно вверх тело от земли, а также ноги до колен. Вы пытаетесь словно разорвать полотенце, когда опускаете свои локти вниз, в данном случае до конца назад за спину. Отводя локти назад, прожимайтесь на одну секунду, прежде чем снова их поднять над головой. Следующее упражнение это вариант обратных махов в наклоне. Вместо того, чтобы наклоняться стоя и смотреть в землю, вы ложитесь на спину и смотрите вверх. Разведите руки в стороны, слегка согнув в локтях, так же как в махах в наклоне. Затем прижмите руки и локти к земле и оторвите верхнюю часть тела от земли. Прожимайте задние дельты в верхней точке на секунду, и даже несмотря на очень короткую амплитуду движения, у вас полноценно включатся задние дельты. Я вам обещаю. Теперь вернемся снова к упражнению на передние и боковые дельты, которые я называю пикирующий бомбардировщик. Исходное положение такое же, как и в первых двух движениях. Затем, как на видео, вы ныряющим движением опускаетесь, словно пропуская свое тело в игольное ушко между рук вниз и вперед, таким образом, чтобы ваша грудь была все ближе и ближе к земле, а бедра опускались к земле до тех пор, пока вы не достигнете упора лежа. И затем вы выгибаете верхнюю часть тела вверх, словно в положении кобры. А после уже также в обратном порядке возвращаетесь в исходное положение. Попробуйте сделать 12-15 таких повторений и поверьте, ваши плечи будут гореть огнем. Перейдем к следующему движению и это отведение в сторону одной рукой с наклоном в бок. В качестве отягощения используйте все, что вы найдете у себя дома. Портфель, сумку, канистры с водой или даже можете продеть ремень через несколько больших баклажек для воды, если нужно. Технику данного упражнения большинство из вас знает, но помните главный нюанс. Поднимайте слегка согнутую в локте руку не выше линии плеч, а лопатки оттягивайте назад и внутрь. Отклоняемся также немного в бок, что позволит вам создать большую амплитуду движения, а также взять более тяжелый вес. Все это позволит вам выключить из работы трапециевидные. Далее мы включим смекалку и сделаем немного нестандартные упражнения. В идеале, конечно, для этих движений вам понадобятся террекс-петли, но вы также можете использовать любые другие подходящие домашние предметы. Куски ткани, полотенца, да хоть собственные штаны. Все это вы можете завязать на узел на одном конце, оставить его с другой стороны двери, закрыть дверь, тем самым прижав его. Первое, чтобы вы могли выполнить это обратное разведение. Возьмитесь за оба края и откиньтесь полностью назад на прямых руках, упираясь ногами в дверь. Затем разведите руки в стороны, одновременно поднимая тело вверх, четко за счет работы задних и боковых дельт. Помните, что во всех упражнениях с террекс важно держать свое тело на относительно прямой линии от пяток до головы. И еще чем дальше вы двигаете ноги вперед, тем сложнее будет выполнять упражнение. Следующее упражнение, которое мы можем выполнить в террекс, это высокая тяга. Принимайте такое же исходное положение, за исключением того, что мы продвигаемся на один шаг вперед. Затем потяните себя вперед, разводя локти назад. Но при этом держите их близко к ребрам, как в тяге на спину и разведите их в стороны. Тяните себя так до момента, пока ваши руки не окажутся на одном уровне с грудью. И затем медленно возвращайтесь в исходное положение. И еще одна превосходная вариация для боковых и задних дельт в террекс, это подъемы протяжки над головой. Принимаем аналогичную исходную позицию. Тело постоянно на одной линии, нигде не прогибаемся. Но вместо того, чтобы тянуть или разводить локти в стороны, вы поднимаете руки над головой, сохраняя небольшой изгиб в локте. Вот они все три самых лучших упражнения с петлями террекс для ваших плеч. Ребята, а если вы нашли данное видео полезным, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал, попутно кликнув колокол на графе все оповещения. А для вас же видео подготовил Алекс Митчелл, канал StrongSilence. Скоро увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова